Наш путь по христианским святыням По преданию она жила в доме апостола Иоанна, которому Господь на кресте завещал хранить свою Матерь. На этом месте устроена Сионская церковь Успения. Именно в этом храме находится камень, который католическая церковь считает местом Успения Богородицы. Священный одр помещен в крипту, где скончалась Дева Мария. На одре скульптура Богородицы, лежащей на камне. Скульптуру покрывает балдахин, на котором изображен Христос, призывающий Свою Матерь в Царство Небесное. Священное ложе окружено шестью алтарями, принесенными в дар монастырю разными странами, и на них изображены святые и апостолы, присущие каждой стране. Апостолы в момент Успения находились в разных точках земного шара. Святой Андрей Первозванный проповедовал язычникам будущего православного Киева. Апостол Филипп показывал народу чудеса на берегу Генесарецкого озера. Его спутник Нафанайл, в котором по свидетельству самого Иисуса не было лукавства, проповедовал Слово Божие в далекой Армении. Но по велению Господа все они чудесным образом предстали предпочившей Богоматерью в Иерусалиме. Все, кроме одного. Среди апостолов Иисуса Христа был один по прозвищу Фома. Слово Фома на иврите «теом» по-арамейски, более мягкое звучание. Феома, в греческом это «фома», означает это слово «близнец». Неверие Фомы, он заставил всех убедиться, что Иисус воскрес. Фома неверующий. Стала повговорка «неверующий Фома». Фома не будь неверующим, но будь верующим. Мария, Божья Матерь, она так хотела проститься со всеми. Постала Россию по миру. И знаете, чудо произошло. Они все были, кроме Фомы. И вот Мария умерла или уснула. Это называется «успенен». Ее спеленали, похоронили. На третий день появляется Фома. Что говорит Фома? Говорит, не может быть. Покажите. Они подходят к могиле, откатывают камень. И что? Тела нет. Могила пустая. Пока разводят руками и выжимают плечами. Вдруг слышит такой пенен сверху? Ангел. Вдруг что-то падает к ногам Фомы. Фома поднимает это. Это оказывается пояс. Он его узнает. С этого момента Фома больше не верующий. Если кто-то чувствует себя упадать верой, идите к поясу. Этот пояс возят по миру для укрепления веры. И вот это то место, где он упал, положив конец неверию. Наш гид Александр, сопровождающий по христианским святыням Иерусалима, завершает этот евангельский рассказ в Гефсимании. Только что мы видели древние левы Гефсиманского сада. Возможно, эти скрюченные от старости деревья были свидетелями страстной молитвы Христовой. К саду примыкает базилика Агонии. Ее называют еще Церковью всех наций, построенная на пожертвования христиан всего мира. Здесь хранится небольшой фрагмент каменной глыбы, на котором, согласно преданию, Иисус молился в ночь перед распятием. Рядом с ним, подножие Елеонской горы, пещерный храм Успения Пресвятой Девы Марии. Святое место всех христиан сокрытое в каменных недрах Иерусалима. По преданию с горы Сион апостолы несли гроб с телом Богоматери Дагефсимании к месту покоения ее родителей Иоакима и Анны. Именно тогда на пути его пытался опрокинуть некий нечестивец. Сорок восемь каменных ступеней ведут в пещеру. Царящий в глубине мрак рассеивает мерцание множества лампад, свисающих с каменного свода. Справа святая святых, мраморная кувуклия. Небольшая часовня с гробом Богородицы. Она имеет два входа, один с запада, второй с севера. Обычно паломники заходят в западный, а выходят через северный вход на коленях. Вырубленная из цельной скалы погребальная ложа, на котором по преданию пребывало тело Богородицы до вознесения на небо, усеяно щербинами, оставленными паломниками, поддавшимися искушению унести с собой его частицу. Православный престол, главный внутри кувуклии, над ложем Богоматери, на высоте чуть более полуметра над ним. Грот освещают лампады, пространство наполнено благоуханием цветов. Закувуклии в мраморном окладе иерусалимская гефсиманская икона Божьей Матери. По преданию она была написана в 15-й год по вознесению Господним в Гефсимании и была первой из 70 икон Богородицы, созданных святым евангелистом Лукой. Предназначался образ для иерусалимской общины. По некоторым свидетельствам, именно он, находившийся некогда в Иерусалимском храме, явился той чудотворной иконой Богородицы, от которой и шел глаз к преподобной Марии Египетской, отвратившей ее от греховного пути. В 463 году образ был перевезен в Константинополь и помещен в храме Богоматери. В 988 году иерусалимская икона была перенесена в крымский город Корсунь в дар великому равнопостольному князю Владимиру, покорившему этот город и крестившемуся в нем. Князь Владимир взял икону в Киев, но недолго хранился чудотворный образ в Киевском княжестве. Когда святое крещение и обращение в христианство приняли в Новгороде, князь Владимир даровал образ новгородцам. Более 400 лет образ Богородицы пребывал в Софийском соборе Великого Новгорода. В 1571 году царь Иоанн Грозный перенес икону в Кремлевский Успенский собор, где она пребывала до 1812 года. Во время нашествия Наполеона иерусалимская икона исчезла. По некоторым источникам чудотворный образ был захвачен французами и увезен во Францию, и в соборе Парижской Богоматери хранится по сей день. Существует множество списков иерусалимской иконы, в том числе древних. Однако тот, что находится в пещерном Успенском храме в Гефсимании, создан немногим более ста лет назад русской монахиней-иконописицей одного из монастырей Иерусалима, которой во сне явилась Пресвятая Дева и повелела написать ее образ. Богородица изображена на нем такой, как предстала в видении. Пещерная церковь высечена в скале в форме креста. Это один из древнейших христианских храмов, основанный в IV веке царицей Еленой. В начале XII века паломник, игумен Даниил, впервые описал гробницу Богородицы в своем житии и хождении на Святую Землю. Расположен гроб Святой Богородицы на ровном месте. Была высечена в камне небольшая пещерка с маленькими дверьми, чтобы мог, наклоняясь, войти человек. А в глубине той пещеры, напротив, дверец, как бы скамья, высечена в том же пещерном камне. На той скамье и было положено тело причистой владычицы нашей Богородицы, и оттуда же взято было в рай, оставаясь нетленным. По высоте пещерка та повыше человеческого роста, а в ширину четыре локтя. И так, и так. Снаружи она, как терем, красиво отделана мраморными плитами. А сверху, над гробом Святой Богородицы, была выстроена очень большая церковь во имя Святой Богородицы Успения. Ныне же разорено поганами то место. В XI веке святыню постигла та же участь, что и большинство византийских храмов Палестины. Она была почти до основания разрушена мусульманами. Однако сегодня в церкви гроба Богородицы есть небольшой предел, куда они ходят, чтобы поклониться могиле госпожи Мариам, которая почитается в исламе как одна из самых праведных женщин. Мусульманское владычество в Святом Городе прекратилось почти на столетие с приходом туда крестоносцев. И в 1161 году великая королева крестоносцев Мелисанда, покровительница женщин-христианок, повелевает отстроить разрушенную византийскую святыню. Впоследствии ее саму похоронят здесь. Церковь гроба Богородицы разделена на несколько участков, принадлежащих различным конфессиям. Самая большая из них принадлежит православным грекам. Далее следует армянская церковь, владеющая всем, что слева от лестницы. Остальные участки церкви поделены между коптами и сирийцами-якобитами. В армянской части храма обращают внимание иконы, более напоминающие картины, на которых изображены евангельские события от проповеди Иоанна Крестителя до воскресения Христа. Под православными престолами, принадлежащими Иерусалимскому патриархату, находится захоронение родителей Пресвятой Девы Иоакима и Анны. Здесь же погребена королева Мелисанда, о чем свидетельствует надпись на вмурованной в пол каменной плите. Предел праведного Иосифа Обручника слева, примерно в середине лестницы, принадлежит армянам. По преданию праведный Иосиф погребен здесь. Покидая храм, еще раз останавливаемся перед Иерусалимской иконой Пресвятой Девы, которая глядит на нас живыми ласковыми очами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok